В эти дни все внимание российских мусульман устремлено на Дагестан. В Махачкале проходит ряд крупных международных мероприятий на тему сохранения традиционных духовных ценностей ислама. Одна из встреч научно-практической богословской конференции состоялась в Муфтиате республики. В ней приняли участие муфти регионов России, представители региональной власти, кандидаты и доктора наук. Подробнее Хамза Нурмагомедов. Тысячи последователей, сотни научных трудов, объединения народа и предотвращения войн на Северном Кавказе и в России в целом. О достижениях великих шейхов Занилу Расулева и Саида Афанди Аль-Черкови говорили в ходе одной из секций религиозной конференции. Они своим личным примером показывали эту жизнь. Докладчики отметили, что в смутные 90-е годы, когда началось массовое распространение диалоги ваххабизма и вербовка молодежи в террористической группировке, благодаря мудрым решениям и ясным наставлениям шейха Саида Афанди удалось сохранить чистоту ислама в Дагестане и по всей России. Это был авторитет, именно его авторитет, именно его учение повлекло за собой огромную армию муридов и богословов, которые действительно слушали его и слушали его учения. И, во-первых, это повлекло, во-первых, чтобы не допустить военные действия на территории Дагестана. Это раз. Потому что, если действительно какие-то военные действия на территории Дагестана разрешилось бы, то, конечно, это повлекло за собой нестабильность на все территории России. Также выступающие говорили о роли шейха Занилы Расулева в просвещении российских мусульман. Ишан Хазрат оставил заметный след не только в жизни своего народа, но и в истории и культуре мусульманского мира Российского Востока. Именно Ишан Хазрат Занилла Расулев дал на наставничество разрешение нашему дагестанскому богослову, бывшему тогда муфтию Северного Кавказа Сайфуллах Адеба Шларова. Для нашей страны это является одной из основ стабильной жизни, развития и процветания. Мы в Челябинской области это хорошо понимаем и прилагаем большие усилия для сохранения исторических памятников, культурного наследия и проводим большие мероприятия, такие как Расулевские чтения. Создаем совместно с мусульманами мадресе, передали здание нашему муфтиату, выполнили за бюджетный счет проект реконструкции мадресе. И сейчас занимаемся совместно сбором средств на его реконструкцию. Доктор исторических наук Юлия Гусева выступила с докладом о суфийских шейхах, которые жили в условиях советского политического прессинга. Она отметила, что молодежь должна видеть и понимать глубину суфизма, а донести ее до них задача нравственных авторитетов. Я считаю, что это высокие, высочайшие нравственные, этические ориенции. Это понимание того, как надо себя вести, как не надо себя вести. Говоря славами Маяковского, что хорошо, что плохо. Выступающие говорили также о том, что отдельные люди склонны судить об исламе по лозунгам радикальных политических сил, использующих исламскую символику. В нашей святой религии, религии Всевышнего Аллаха, есть определенная категория людей, они хотят его пачкать, они хотят в адрес ислама говорить ненужные вещи. Но реально ученые и интеллигенции, их мнение об этом другое. И ислам – это религия мира и добра, созидание. Мы должны совместно и показать, что религия ислам – это религия мира. Некоторые региональные политики хотят оседлать тему шейхов и превратить их в локальное и национальное достояние одного народа. Но, как отмечают докладчики, шейхов делить нельзя. Они служили всем мусульманам. Национализация, игра именами наших шейхов – это тоже недопустимо. И мы здесь тоже должны правильно просвещать людей.